Добрый день! На канале ТОН-ТВ программа «Тема дня». Я Михаил Горин, со мной сегодня в студии писатель и публицист Давид Шехтер. Добрый день! Добрый день! Глава правительства Венинин Тинягу очень эмоционально отреагировал на очередные нападки на его супругу Сару. В интервью второму канала израильского телевидения он сказал, я процитирую, мою жену постоянно оскорбляют, но я люблю эту женщину. Дальше. Быть супругой премьера очень нелегко. Иногда критики забывают, что она человек. Я не знаю другого человека, который бы терпел все это с такой героической стойкостью, как она. Речь идет о заявлениях, которые сделал бывший завхоз канцелярии премьер-министра, который рассказал о том, в каких тяжелых условиях, по его мнению, ему приходилось работать из-за жены премьер-министра. Давид, это вот не первые же нападки на Сару, на Тинягу. Сколько я помню, когда Бениамин Тинягу был премьер-министром, столько нападали на его супругу, журналисты. Почему это что, тенденция такая, вот не любить первую леди? Нет, тенденции я бы это не назвал. Вспомните, что вытворяла Лея Рабин. Пусть меня будет пухом. Я ездил с ней несколько раз за границу и с Рабиным. Я видел, что там она делала. Как она сидела просто на пресс-конференции, которую давал Джабин возле него. Посмела бы Сара такое себе позволить. Как она ходила в Дьюти Фри покупать духи на глазах у всей прессы. И пресса молчала. Только пела песенки, просекать битахон. Помнишь, когда она потеряла на каком-то мероприятии заколку и послала солдат, солдаток ее искать? Ну смотри, у Лея Рабин были свои счеты с журналистами. Именно благодаря журналистам Рабин в свое время лишился премьера. До креста премьера. Благодаря журналисту, а не журналистам. То есть Лея Рабин позволяет такое, что даже себе представить невозможно, что Сара бы такое себе могла позволить. То есть это не тенденция. У нас не любят первую Тедди. У нас пресса травить Сару Натаниагу. Я это видел своими глазами, тоже в одной из поездок, это было в Голландии. Когда приехал Натаниагу с государственным визитом, с Сарой вместе и с детьми. И Сара, ну, пипетом пошел на какие-то государственные встречи. Она взяла детей, поехала в Мадурадам. Там как мини из Сенос есть маленькая гадь. Да, небольшой такой музей. И за ней, я видел сам, как за ней устроили телевизионщики охоту с детьми. И они за ними бегали, и за ними бегали. И именем всячески досоздали пока маленький, маленький Еир. И мне не злобачили, отстаньте, отстаньте, и они это сняли. Естественно. И потом мне слышал, как они обменились. Мы хотели довести Сару, ну, хотя бы пацан. Вот мы его сняли. Вот ты употребил слово, извините, я перебью тебя, ты употребил слово травят. Я, в общем-то, с тобой согласен. Потому что достаточно вспомнить эти газетные, аршинные заголовки о том, что Израилем управляет Сара, что Биби не может навести порядок в своем доме. Если это так, то как он может управлять государством. А в чем причина все-таки, на твой взгляд? Почему именно ее травят? Причина в Биби. Причина в том, что в Биби израильская пресса ненавидит. И я прошу обратить внимание, что каждый раз, когда у Биби очень высокий рейтинг, находится что-то такое, чтобы нанести по нему удар через Сару. Говоря, вот этот человек не может навести порядок в собственном доме, как же он может навести порядок в делах. Сегодня Биби как никогда силен политически. Ему нету равных, нету противника. Похоже, что сейчас последняя Надежда Лева в лагере Ольмерт сходит с политической Бареной, если будут показания, что... Мы не будем предугадывать решение суда. Но до сих пор как бы не было. И в определенном случае нету противника, поэтому используется все. Кстати, я знаю этого завхоза. Я с ним знаком, поскольку когда я работал в канцелярии Учинска, а мы сидели в канцелярии в министерстве. В канцелярии Гриного правительства. Там были курсы английского языка, на которые проходил этот завхоз. Я с ним год общался каждую неделю. Я никогда от него не слышал, чтобы он по поводу Сары что-то говорил. И тут вдруг такое... Просто все сейчас знают. Ну смотри, многие вспоминают инциденты спустя 15 лет. Да. Все знают, что... Что бы ты ни сказал про Сару, это будет уже подхвачено, ты станешь героем. А ведь тут же не просто так он это говорит. Там же какие-то есть требования финансовые, которые он выдвигает. Это как бы помогает ему получить большее освещение его требованием. Это попытка опоследованно повлиять на решение суда. То есть он испытывает, он получает личную выгоду. А пресса... Почему теперь вопрос? Почему пресса травит Биби? Есть несколько объяснений. Во-первых, Биби сын врага. Потому что его отец, спокойный Бенцион Натанягу, был врагом. Ты не утрируешь, прости? Не утрирую, врагом. Потому что интеллектуальную элиту израильскую пускали только левых. Только своих. Только тех, кто высказывает взгляды соответствующие. Единственным человеком, который посмел это все прорвать, оставаясь учеником и секретарем Жаботинского, и стать учебным мирового уровня, и написать книги, это был Бенцион Натанягу, у которого все-таки они сумели выжить из страны, поэтому он уехал в Америку, детектировал вот эту вот юридическую энциклопедику, которая стала креугольным камнем английского мира, юридического мира по-английски. Но ему это не простили. Кстати, об этом же пишет Амасос в своей книге, вспоминая свое детство, он был, оказывается... И поэтому сейчас мстят цари? Мстят, во-первых, Биби сын врага. Второе, Биби как-то сделал однажды очень крупную ошибку. Его спросили еще в первую его каденцию, ну вот вы пришли, как бы, вот, есть старые элиты, а он сказал, а я поменяю старые элиты. Ни Бегин, ни Шамир из Ликуда, которые приходили к власти, они не трогали старые элиты, они правили, но элиты не трогали. Биби сказал, я хочу их поменять, и сказал, кто будет этой новой элитой. Он тогда показал на Дерри и на Либермана, сказал, вот, это будут представители, вот эти вот двух слоев несения, это Сварадим и русские. И что, думаешь, Биби это забыли и представили? Нет, его до сих пор считают. Первое, сын врага, второе, который посмел поднять руку на элиты. Элиты его ненавидят как угрозу. И поэтому его нужно уничтожать всеми способами, в том числе и через Сару. Давид, ну понимаешь, какая штука? Допустим, это так. Но могли один раз на нее напасть, два. Но смотри, практически каждые полгода возникает какой-то скандал вокруг ее имени. Не каждые полгода. Возникают какие-то иски от бывших домработников или домработниц. Вспоминают то, вспоминают это. Вся эта история со знаменитым полетом «Тапочка». Миша. А люди ведь рассуждают как? Дыма без огня не бывает. Это все издействительно. А вспомни, чем все эти суды закончились. А ничем. Сара все суды выиграла. Отдельно закончились с соглашением. Все суды она выиграла. Если она была бы там обвинена в чем-то, мы нашли сомневаться. Это были большинные заголовки. То есть, каждый раз пытаются. Вот именно по этому принципу. А дыма без огня нету. А значит, она ведьма. А раз она ведьма, так ее, значит, муж или ведьмак, или живет с ведьмой. И как он правит страной, если он с ведьмой живет. Вот и все. Все очень прозрачно. Все очень просто. Но работает. В общем, страдает. Биби страдает за жену, а жена страдает за Биби. Нет, Биби страдает за свои взгляды. За свое происхождение. А страдает Сара. И поэтому она понимает, за что она страдает. Поэтому она так все это безропотно выносит. Именно поэтому, что она как умная женщина, она очень умная женщина, она психолог. Со второй степенью, которая работает. Кстати говоря, то есть ее нельзя обвинить, потому что она из Чувенко. И она все это прекрасно понимает и терпит, потому что выхода у нее другого нет. Ну что ж, будем надеяться, что и этот скандал вокруг жены премьер-министра сойдет на нет. И глава правительства будет заниматься действительно государственными делами, а не необходимостью гасить подобного рода скандалы. Всего вам доброго, спасибо. Спасибо.